Первым монархом, рассмотревшим Россию в масштабе, стала Екатерина Великая. Географы при дворе императрицы впервые изобразили всю страну на карте, с городами, реками и другими условными обозначениями. Вот ее репродукция. С тех самых пор по картам прокладывают маршруты, строят планы обороны и наступлений и находят дорогу домой. Сегодня мы узнаем, как карты делают и что с ними делать. Это сейчас, чтобы найти проезд, нужно лишь вбить адрес в специальную программу и ждать советов волшебного голоса. А лет 15 назад со мной рядышком вместо оператора сидел бы штурман с бумажной картой и советовал бы мне, куда свернуть. А в веке 21-м тебе и вход покажет, и до которого часа работает организация. Когда-то космическое пространство бороздили не сотни спутников, а считанные единицы. И снимки, сделанные из космоса, было не достать. Сотрудникам навигационных служб приходилось вручную переносить изображения с бумажных карт на цифровой носитель. Изначально были планшеты города, которые не покрывали, естественно, весь город. Карта находится в каждом городе в архитектуре города. Чтобы создать достоверный план одного города-миллионника, еще несколько десятилетий назад картографам приходилось оцифровывать больше тысячи планшетов. На это уходили годы и постоянно требовались корректировки уже готового материала. Сегодня специалисты работают со снимками участков Земли из космоса. Наносят на их электронную версию название улиц, остановок, номера домов. А дальше за дело берутся специалисты по сбору информации. Специалист ходит по улицам города. Необходимо обойти каждое здание, зафиксировать геометрию этого здания, внести информацию об этом здании. Какую информацию мы вносим? Мы вносим это этажное здание, входы здания, указываем количество подъездов, квартир в этом здании. Что им снег, что им зной. Почти половину рабочего времени сотрудники проводят на улицах города. Это промзоны, деревни, рынки. В минус 35, в плюс 38, дождь, метель, холодно, тепло, всегда идем. Урбанисты все чаще сравнивают современные мегаполисы с живыми организмами. Города растут и в ширину, и в высоту они развиваются и меняются. Поэтому созданный сегодня справочник может запросто устареть. Актуальность данных нужно поддерживать ежедневно. Я должна посмотреть, что у меня на карте нарисовано, что на самом деле здесь происходит, зафиксировать изменения и дальше пойти проверять следующие объекты карты. Кажется, что электронные карты и справочники уже вытеснили напечатанные аналоги. Но нет, на любой, даже самой современной и дорогой яхте берегут местечко для старых добрых бумажных путеводителей по морям и океанам. Судостроительные верфи до сих пор конструируют капитанский стол таким образом, чтобы внутрь помещались несколько карт и лоций. Это более точные схемы прибрежной полосы. Положил, закрыл, и шторм им не страшен. Среди капитанов считается плохой приметой – намочить или того хуже, пустить по ветру бумажную карту. То, что потом хранят и оберегают, обретает свои контуры здесь, в отделе редакторов и корректоров самой крупной картографической фабрики за Уралом. В ее стенах специалисты уже понятным нам способом наносят на цифровой снимок местности условное обозначение будущей карты. Я сейчас занимаюсь исправлением замечаний. «Татлас» был выпущен в 2010 году, и за это время многое изменилось. То есть есть населенные пункты, в которых изменилось количество проживающих в них человек, поэтому изменился, допустим, шрифт на карте. Не все то золото, что блестит, как и не все карта, что изображает землю. Чтобы картина местности стала картой, она должна быть математически верно изображенной. Да и географические метки – непременный атрибут. Чтобы все реки – по кадастру, все города отмечены правильным кружочком, а границы территорий – пунктиром. Но как бы ни казались сложны в исполнении географические схемы, исследователи в один голос утверждают – карты появились гораздо раньше письменности. К первым картам относят наскальные рисунки, найденные в Италии. Там были отмечены поля, реки и даже оросительная система. В античности карты называли Птолемеями, в честь имени греческого ученого, который обобщил все, что было известно на тот момент о географии. Он написал восемь книг и начертил совершенные для того времени карты. На них была изображена даже градусная сетка. Для ее создания Птолемей определил координаты, широту и долготу – почти 400 объектов. Люди пользовались его трудами 1200 лет. Есть предположение, что именно по такой найденной карте Колумб и доплыл до Америки. На фабрике тем временем механический помощник доставляет основу будущих карт – бумагу. Такой сверток весит полтонны. Бумагу должны перемотать и нарезать на листы нужного формата. Но перед тем, как напечатать изображение на бумаге, его переносят на металл. Это печатные формы. Заряжается пластиной, и лазером происходит прожигание изображения на пластину. Пара минут, фотоформа высохнет, и ее можно отправлять в печатный станок. А он занимает целую комнату. Внутрь станка заливают краски, а металлические листы загружают в определенные отсеки и натягивают поверх цилиндров. Когда начинается печать, на фотоформу подают воду, а затем – краску. Форма переносит цвет на соседний резиновый ролик, а он, в свою очередь, на бумагу. Мы можем изготовить карту любого размера. Если она превышает возможности печатной машины, значит, она будет состоять из нескольких листов, которые впоследствии сшиваются, склеиваются, и уже получается совершенно огромная карта. Точность цветопередачи проверяют на специальном столе. Аппарат сканирует метку на полях – это эталон цвета – и сравнивает его с другими участками на листе. А теперь нужно срезать излишки. А мы отправляемся в следующий цех, где все отлично складывается. А именно – листы в книгу. Вот они, развернутые школьные атласы. Но считанные секунды – и мир сворачивается на глазах. Теперь листы сшивают. Атлас, что покажет школьникам всю планету Земля, отправляют в магазины и библиотеки. Для привлечения внимания именно студентов, которые изучали эти карты, они, видимо, ленились и плохо учились как-то, да, вот, то даже рисовали там скульптуру обнаженных девушек, там, женщин, богинь разных, вот, и с тем, чтобы как-то вот хоть привлечь внимание для изучения, значит, картографии. Помогло интересно? Ну, увидим, что помогло, раз картография стала как-то развиваться. В России все карты ориентированы на север, карта мира в том числе. Оказавшись в другой стране, не удивляйтесь, если увидите свою родину не в правой верхней части, а снизу карты. Дело в том, что в средние века правителям империи хотелось видеть свои владения в самом центре земли. Придворным картографам ничего не оставалось, кроме как повиноваться и создавать изображение, исходя из пожеланий Его Величества Заказчика. Если мы возьмем карту Австралии, то мы увидим, что Австралия находится в центре, и Российская Федерация, например, здесь вообще разрезана и сжата. Поэтому народ не знает, где находится иной раз та или иная страна, потому что он в своем государстве привык понимать мир вот таким образом. Вот так заблудишься в одной из этих стран и даже карта не спасет. Хотя, кто в 21 веке умеет пользоваться картой и компасом? Или хотя бы определить, в какой стороне Запад? Определить сторону света и даже по азимуту дойти до клада. Наш клад – это сладкий приз. Давайте его спрячем. Клад будет у памятника. Вот скажите, вот мы вам, если дадим компас, определите сторону света. Определите по компасу, где сейчас Запад. Там. Ну, там у нас Запад. Так, север-юг, восток-запад. Скажите, где Запад? Нет, наверное, компасами никогда не пользовалась. Красная стрелочка должна показывать, да? Значит, вот с той стороны. Где сейчас Запад? Слева от севера. Расход Запад вон там. Просто Запад там. Где сейчас юг? Там, где, куда указывает черная стрелка. Клад спрятан в 33 шагах по азимуту 150. Ну, я думаю, смогу. Вот сладкий подарок подруге. Хорошо, спасибо. Поздравляю. Не забывайте про бумажные аналоги. Они спасут, когда все батарейки сядут. И по сей день человек стремится расширить свои границы. Границы кругозора. А тут, как говорится, все карты в руки. Например, карты путешественника. Где всегда можно закрепить очередной флажок с гордым осознанием. Я там был. КОНЕЦ КОНЕЦ Редактор субтитров А.Семкин